Так, ну да, вот очень хорошо, что вы формируете такие вопросы по ходу, потому что понятно, что сейчас горячая пора, и, соответственно, мы, конечно, всё, получается, ответим, да. Вот, ну, давайте пока для начала начнём непосредственно нашу общую часть вебинарную, да, и я вижу, что ещё пока проседняются. Итак, сегодня мы с вами собрались, чтобы именно обсудить, как именно возникает это вот, и что из себя представляет антихрупкость в профессии финансиста, да. Ну, и на самом деле мы поговорим с вами о двух магистрских программах. Это, они обе практикоориентированные, просто немножко форма проведения у них разная. Это корпоративные финансы и магистр аналитики бизнеса. Наша с вами задача сегодня как раз-таки посмотреть, чем они различаются, но, а, конечно, обсудить, прежде всего, кто же такой финансист в контексте сегодняшних трендов, сегодняшних реалий. Руководителем этих двух программ является Ирина Васильевна Ивашковская. Вот, она сегодня по определённым причинам не смогла присоединиться к нам вместе. Обычно всегда мы проводим несколько так, как бы в более таком большом формате. И создавая эти программы, она именно выходила на фактор того, что, конечно, нужны более практические знания, особенно в такой области, как корпоративные финансы. С точки зрения нашего сегодняшнего вебинара, с кем же сегодня вы сможете пообщаться и задать вопросы, да, то есть это вот я, Елена Макеева. Я являюсь заместителем руководителя школы финансов и, конечно, преподавателем на этих двух программах. Также вот как раз-таки начинал наш вебинар Сергей Гришунин. Он также активно участвует непосредственно в обоих программах и в корпоративных финансах магистров аналитики бизнеса. Как преподаватель, как бизнес-эксперт, как руководитель определённых треков, да. Илья Шумов к нам подключится, именно тоже как бизнес-эксперт и как преподаватель одного из, одной из дисциплина, ещё у нас такая форма, как мастерская. И, конечно, мы всегда с удовольствием приглашаем наших выпускников в программ, которые, соответственно, уже закончили, уже имеют какое-то представление не только как учиться, но и что же им даёт, и к чего они достигли после окончания именно магистрских программ. И они получат поделиться своим опытом, ну и вы сможете задать вопросы, потому что фактически это вот наши недавние выпускники, ну, у которых за плечами и большой практический уже опыт, ну и, соответственно, взаимодействие с нами, как со Школой финансов. Итак, магистрская программа – это не просто образование, это не просто какой-то набор дисциплин, который позволяет вам повысить свою квалификацию, да, а это, прежде всего, выстроенная цепочка определённых знаний, которые помогают повысить вашу личную профессиональную силу. Действительно, Школа финансов в лице Ирины Васильевны создала вот такую авторскую школу на корпоративных финансах. Она ни на что не похожа. Она очень сильно отличается от именно методикой преподавания, содержательной частью, отличается от корпоративных финансов абсолютно всех других университетов России, отличается тем, что помимо прикладной направленности у нас есть свои определённые технологии и фишки, которые мы закладываем в дисциплины, делимся с вами активно, и, соответственно, которые вы потом можете активно внедрять. И задача наша с вами – разобраться. То есть понятно, что финансовых программ очень много, мы поговорим с вами сегодня о двух. Наша задача – разобраться, именно чем различаются вот эти вот магистрские программы корпоративной финансы и магистр аналитики бизнеса. Можете ответить на вопросы, о чем же принципиально они отличаются ещё от других программ, если у вас такие вопросы будут, потому что это тоже часто задаваемый вопрос. Ну и для того, чтобы перейти именно к этому обсуждению, я бы немножко рассказала пару слов о команде, команде непосредственно, которая ведёт эти две программы. Вот основатель и школы финансов, и руководитель магистрских программ является Ирина Васильевна Вашковская. Достаточно много лет она занимается корпоративными финансами и имеет очень много и исследовательских направлений, и практической деятельности. Фактически, как бы создавая эти программы, она сделала очень такой большой вклад в развитие финансистов и, соответственно, именно и создала вот эту вот уникальную авторскую школу, именно как правильно заниматься корпоративными финансами. Гришунин Сергей Вадимович, он тоже с нами. Вот он как раз-таки просит вас написать вопросы, и сейчас тоже активно будет с нами в диалоге. Сергей Вадимович, прежде всего, бизнес-эксперт с большим-большим практическим опытом. И помимо активного такого включения в образовательный процесс, потому что у него есть свои авторские курсы, он еще и руководит траекториями. Траектории, которые связаны на стыке корпоративной финансовой стоимости и, соответственно, устойчивого развития. Я Елена Макеева, еще раз повторюсь, да, то есть я тоже активно включена в процесс именно управления магистрскими программами, плюс ко всему также веду дисциплины и также руковожу треками. И моя траектория, именно мой трек, это на стыке ESG, если кому непонятная концепция, это экология, социалка и управление, получается, именно, опять-таки, с позиций корпоративных финансов. Менеджером программ, двух программ, является Кривцова Екатерина Андреевна. Возможно, вы с ней уже контактируете, взаимодействуете. Сейчас идет активный прием документов на обе магистрские программы, да, и Екатерина вам любезно отвечает на вопросы, где-то что-то корректирует, ну, по крайней мере, точно видит ваш полдокументов, которые вы загружаете в личный кабинет или, допустим, куда-то, где-то пытаетесь написать, да, какие-то вопросы. Вот. Ну и, соответственно, рассказывая вот такую, как бы, преамбулу, именно в чем же сильные стороны нас, как школы финансов, которые создают эти программы, которые активно реализуют эти программы, надо сказать, что, конечно, финансовое направление, наверное, в любых реалиях, в любой экономике это достаточно всегда востребованное направление, потому что финансисты, помимо востребованности для рынка, финансисты, конечно, это те уникальные, ну, как тут уникальный, да, как я бы сказала, наверное, топ-менеджмент, который фактически видит и становится партнером, да, партнером в бизнесе, вот, разговаривая языком цифр. Но помимо того, что у нас есть замечательная образовательная программа, конечно, это возникло не на пустом месте, а именно благодаря тому, что мы сами ведем очень активные исследования, и вот вы видите, здесь у нас есть выпущенные книги, как на русском, так на английском языке. На самом деле, надо сказать, что действительно университеты, вот в рамках этого направления экономики и финансов, единственные именно в России в рейтинге по направлению вот accounting and finance. То есть есть такой, в общем, мировой рейтинг УЭС, куда начинают попасть очень многие университеты мира, прежде всего, которые показывают градацию университетов, и в данном случае есть предметные рейтинги еще близко всему, то есть помимо, в принципе, университета, то есть, да, все прекрасно знают, что Высшая школа экономики состоит во многих рейтингах, но еще есть и предметный рейтинг. И вот быть в числе 150 лучших университетов мира в предметном рейтинге, где достаточно высокая конкуренция, это, конечно, достаточно почетно, ну и, соответственно, заставляет очень много вкладываться и прилагать достаточно много сил для того, чтобы это поддерживать и достигать. То есть, вы видите, у нас есть определенная серия книг в издательстве международного, издательстве Шплингера, и на самом деле мы с ними продолжаем сотрудничать, то есть, как бы на какие-либо санкции здесь у нас не повлияли. У нас есть отдельный академический журнал, где мы публикуем не просто наши исследования и разработки, а мы публикуем и лучшие выпускные работы магистрские, которые становятся действительно хорошим научным исследованием и затем цитируются очень многими учеными в России и не только за рубежом. И сейчас идет трансформация лаборатории корпоративной финансы именно как в Центр исследования финансов БРИКС. То есть, вы прекрасно видите и отслеживаете, что Россия очень активно в этом году председательствует БРИКСе, и какой уже достаточно много стран подают заявки на расширение состава, на вступление в БРИКС. И Высшая школа экономики здесь играет далеко не последнюю роль, это я бы сказала ведущую роль, потому что мы являемся как раз-таки таким центром экспертиз в БРИКСе. И в этой связи именно исследование корпоративных финансов лежит тоже в основе того, что пласт вот этого направления активно реализуется в том числе и в наших магистрских программах. То есть, это не просто лаборатория отдельно, что-то отдельно, а это все устроено именно в образовательный процесс. Если тоже немножко коротко рассказать о том, что сейчас в данном случае у нас есть для того, чтобы мы могли как-то показать вам изменения, то буквально, наверное, в сентябре уже будет книга про новые реалии российских корпоративных финансов. Книга первая «Российская корпорация на потеканте хрупкости». Это вот то, о чем сегодня мы с вами говорим. И в этой книге собран уникальный опыт компаний, российских компаний после 2022 года на основе интервью с бизнесом, глубинных интервью с бизнесом, где компания делится о своих лучших передовых практиках, которые позволили устоять, выдержать, сохранить устойчивость в непростые периоды, когда пакеты санкций сыпались один за другим. Также мы участвуем в стратегическом проекте, который называет такое общее название «Приоритет 2030». В этом «Приоритете 2030» участвуют многие университеты. И это считается достаточно престижным, именно получать такие гранты и разрабатывать действительно стоящие какие-то предложения, то есть не просто наук, ради науки, а именно востребованные определенные разработки, которые могли быть и использоваться затем впоследствии для правительственных структур, для бизнеса в том числе. Помимо того, что у нас есть магистрские программы, очень активно реализуем и бизнес-программы. Это программы открытого типа, ну, например, сейчас всем очень важно и очень нужно финансовое моделирование. Это, наверное, одна из востребованных программ, если мы говорим не про магистратуру. И, конечно, бизнес приходит с запросом для того, чтобы кастомизировать, для того, чтобы показать, как конкретно на примере какого-то, какой-то компании решает стаильные задачи и показать способы ее решения. Это корпоративные программы. Мы проводим всегда с бизнесом интересные круглые столы. Вот два последних круглых стола, которые проходили в апреле. Это мы обсуждали паттерны, то есть что же является фактором устойчивости российских компаний. И обсуждали развитие углеродного рынка. Это одна из таких ключевых тем. И если вы интересуетесь темой устойчивого развития, темой, например, переработки отходов и так далее, то, конечно, вот такое понятие как углеродный след, он сейчас сопровождает нас везде. И, наверное, из таких последних направлений, это подсчет углеродного следа не только самой компании, но и подсчет углеродного следа, например, того же бизнес-мероприятия и так далее. То есть это все имеет место быть, и эта тематика содержит, конечно, часть корпоративных финансов и, конечно же, определенные методики, которые связаны с тематикой устойчивого развития. И вот на стыке как раз-таки мы и обсуждаем в планах дисциплинах, выпускных работах, последовательных работах. И вот как это мы вкладываем, вот как раз-таки в чем заключается наша авторская школа «Взгляд финансист на силу бизнеса». То есть мы это вкладываем с позиции экономической прибыли. И здесь я бы хотела передать слово Сергею Владимировичу как бизнес-практику эксперту, который бы вот тоже вам смог показать именно в чем различие, в чем уникальность нашего подхода и как мы это понимаем, чтобы мы с вами говорили уже на одном языке. Да, ребят, добрый день. На самом деле, вот как Елена Юрьевна сказала, у нас уже сформировалась определенная авторская школа в области корпоративного управления. И мы смотрим на будущее компании как на, естественно, на потенциал именно создания стоимости для большого количества заинтересованных сторон. Если в каких-то старых теориях, условно говоря, старых, мы говорили о том, что надо обязательно создавать стоимость для акционеров, то сейчас вот распространение вот этого инклюзивного капитализма, всех идей по устойчивому развитию, соответственно, нам нужно создавать стоимость для всех заинтересованных сторон. И здесь вопрос, опять же, как, сказать, стоимость создается. А стоимость у нас создаваться может, опять же, на различных горизонтах времени. То есть если мы рассмотрим как бы на компанию, на ее потенциал создания стоимости, то мы должны как бы анализировать ее вот этот вот потенциал в двух направлениях. Да, это способность компании создавать так называемую финансовую силу. Ну, что это означает? Грубо говоря, доходность от всех ваших проектов должна превышать стоимость капитала. А стоимость капитала, соответственно, определяется рисками. Правильно, компания? То есть чем более рискованные проекты, тем больше от нас инвесторы будут просить, как бы, платить за капитал. То есть вот компания будет эффективна, если она, соответственно, в каком-то коротком периоде будет получать доходность на свои проекты выше, чем стоимость того капитала, которого они привлекают. То есть нам нужно добиться и лидерской эффективности, и, соответственно, лидерской риск-менеджменте. Если мы хотим показывать инвесторам, что мы управляем рисками очень хорошо и снижаем их до приемлемого уровня, мы будем получать достаточно низкую стоимость капитала и, соответственно, опять же, увеличивать свою финансовую силу. Но в стратегической точке зрения мы должны вот эту финансовую силу капитализировать, и растить, да? То есть мы должны ее увеличивать. Один из хороших показателей, показывающих увеличение именно в стратегической силе – это темп прироста продаж. Соответственно, мы можем это достигнуть как? То есть мы можем достигнуть либо за счет внешнего конкурентного преимущества, то есть иметь какие-то лучшие практики, либо попробовать это сыграть за счет лидерского бизнес-моделя, то есть выстроить свою бизнес-модель так, что ее никто не мог скопировать. Опять же, исследования мы с вами тоже посмотрим, показывают на самом деле, что внутренние практики, которые состоятся внутри, их сложнее всего копировать, и они наиболее устойчивы. А вот факторы, связанные с рыночными какими-то вещами, их достаточно просто копировать, и они очень короткоживущие. Второй момент, который мы тоже с вами будем изучать, это вопрос, а какие ресурсы сейчас необходимы компании для того, чтобы долгосрочный, устойчивый рост создавать. Если у нас с вами в бакалавриате, может быть, кто-то изучал, и, может быть, других узок, и просто, может быть, слышал, что традиционный взгляд от того, что это должны быть финансовые ресурсы, там собственный капитал, взаимный капитал, ну, естественно, производственные ресурсы, это основные средства, оборотные средства, на чем мы работаем. Но традиционный взгляд, который сейчас оспаривается многими практиками и академическими исследователями, которые показывают, ну, посмотрите, говорит, на рынки зарубежных стран, да, развитые, мы увидим, что стоимости больших компаний, да, там, в NVIDIA, в Амазоне, мы видим, что, на самом деле, большую часть стоимости составляет не традиционные виды капитала, да, то есть не производственный, не финансовый, а именно вот интеллектуальный капитал, интеллектуальные ресурсы, да, и это, в первую очередь, человеческий капитал, про который мы всегда говорим, да, у кого лучший человеческий капитал, тот быстрее растет, это организационный капитал, да, это, в первую очередь, какие у вас бизнес-модели, да, какая у вас интеллектуальная собственность, какие у вас IT-системы и так далее, да, то есть то, что вот, как бы, сложно, как бы, измерить, да, но на самом деле они достаточно сильно создают стоимость, да, ну, и, конечно же, клиентский капитал, это как вы строите взаимоотношения с клиентами, как вы строите отношения с поставщиками, как и в одном банке говорили, мы нежим своих клиентов, да, нежно к ним относимся, там, взращиваем их, да, не дай бог они убегут, да, тогда они как-то, та самая корова, приносят отличное молоко, да, то есть вот, ну, и последнее время в связи с тем, что проблемы климата, они на передний план сильно выходят, да, мы видим, действительно, глобальное потепление все-таки есть, это не шутки, да, то есть вопрос, прежде, насколько эффективна компания, и насколько бережно теперь компании же используют, соответственно, у нас свой природный капитал, да, и поэтому, на самом деле, чего мы учим, да, то есть компании необходимо для того, чтобы, ну, вот, создать стоимость в будущем для всех заинтересованных сторон, нужно, во-первых, достичь вот того, что мы говорили в пред над стоимостью капитала, во-вторых, растить, вот, соответственно, свой бизнес, да, причем растить его в основном на внутренних ресурсах, да, мы как раз тоже показываем, что, на самом деле, вот рост на внутренних ресурсах, он достаточно устойчив, да, и, соответственно, для того, чтобы нам достичь крайней нашей цели, да, это доходность на капитал для всех заинтересованных сторон, да, включая поставщиков, включая покупателей, включая общество, да, нужно растить не только традиционные виды капитала, а эффективно управлять интеллектуальным и экологическим капиталом, а до этого, соответственно, нам нужно определиться, какие у нас драйверы двигают потоки денежных средств, это самое главное, да, и какие у нас риски, да, как мы хорошо управляем рисками, связанными вот как раз с этими потоками денежных средств на различных, опять же, горизонтах управления, да, вот, и, естественно, мы это должны сделать так, чтобы учесть как раз интересы у всех вот этих заинтересованных сторон на различных горизонтах. И в этом случае как раз профессия финансиста, о чем мы всегда пишем в академических наших и практических исследованиях, на самом деле профессия финансиста становится уже, совершенно трансформируется, да, и из какого финансового директора, к которому мы привыкли, да, вот даже если вы в практике понимаете, у нас уже сейчас приходят люди, например, устраиваются на работу и говорят, мы им были финансовыми директорами, но по сути они были бухгалтерами, да, то есть вот это бухгалтерские как бы отношения к себе, ну, тоже сейчас уже отходит на второй план, а первый план как раз задача финансиста является взращивание вот этой вот стоимости компании для всех заинтересованных сторон, во-первых, на различных горизонтах управления, а во-вторых, сделать вот эту вот стоимость достаточно устойчивой, а устойчивость имеется в виду, что именно во времена каких-то перманентных кризисов, да, мы сохраняли как бы, продолжали расти и становились, вот по методу выражения, например, на Симонтолейбов антихруппы, да, то есть предметы и сошли, в общем-то, на укрепление наших финансовых возможностей создавать стоимость, а не вели к каким-то ущественным потерям, а потери были бы меньше, чем у конкурентов, да, и, соответственно, вот мы теперь видим новые роли финансистов, которые мы, у вас, ребята, собираемся готовить, да, как это происходит, да, но финансист, во-первых, должен стать интегратором, да, то есть он должен интегрировать вот все вот эти элементы финансовых и нефинансовых капиталов вместе, да, то есть он как раз должен заниматься координацией, интеграцией именно финансовых функций внутри компании, стать каким-то вторым пилотом у генерального директора вот по созданию системы для прошлого и устойчивого роста, да, но, во-вторых, он должен стать навигатором, понятно, для того, чтобы двигаться вперед, создание стоимости, ему должны как бы приборы, да, в качестве приборов это различные модели, это различные индексы, различные показатели, которые показывали, где мы находимся, да, какими целями хотим достигнуть, какие у нас препятствия, да, рифу на этом пути в виде рисков, да, и как мы будем эти рифы обходить, и наоборот, если море слишком спокойное и рисков мало, да, может, надо увеличить скорость тогда, да, то есть пока никто море не занял и пока шторм очередной не налетит, да, то есть мы как раз вот здесь, опять же, учим, какими аналитическими инструментами и какими инструментами именно по управлению должен обладать финансист для того, чтобы достигать вот этих вот целей по созданию стоимости для заинтересованных сторон на разных промежутках времени, да, ну, а поскольку, опять же, он, веноксист лучше всего понимает, что нужно для аналитики, да, то есть, соответственно, ему нужно тогда для этого инструменты, да, инструменты в основном сейчас строятся, естественно, на базе IT, поэтому он должен стать первым основным заказчиком как раз цифровых технологий, то есть какие цифровые технологии, какие более современные инструменты необходимы, опять же, и финансисту для работы, да, вот, опять же, мы говорим о том, что финансист создает стоимость для всех заинтересованных сторон, соответственно, он, думаю, должен делать отчетность для как раз вот для разных сторон, мы понимаем, что каждый из заинтересованных сторон требует определенные цифры свои, да, потому что они принимают решения на основании определенных дат. Вот как раз тяжелая задача финансиста, это делать отчетность для всех заинтересованных сторон, опять же, ее максимально автоматизировать, чтобы эти заинтересованные стороны просто заходили на сайт или еще куда-то и набирали себе ту информацию, которая необходима им для принятия решений. Поэтому финансист, он должен стать как раз архитектором отчетности. Ну и опять же, поскольку обычно люди, занятые информационной технологией, говорят на своем каком-то птичьем языке, который часто генеральные директора не понимают, он как раз финансист должен стать таким переводчиком по сайте языка на нормальный язык, грубо говоря, бизнес-человек, который вот стратегией занимается. Потому что финансист точно знает, как вот эти вот решения, которые предлагает айтишник, как они могут привести к росту стоимости компании. То есть мы вот как раз вот эти цели для и новой роли финансистов как раз на этом слайде и определяем. Это на самом деле то, к чему вот мы готовим выпускников обеих наших программ. И корпоративные финансы, и магистр аналитики бизнеса. Грина Юрьевна, тогда вам слово тоже передаю. Да, и вот сейчас как раз-таки спасибо, Сергей Вадимович, вот именно за такое содержание получается часть, да, чтобы вы просто понимали именно вот этот вот наш авторский подход. Но на самом деле, конечно, так как это вопрос касается прежде всего, как же выбрать, вот, то, соответственно, конечно, вот эти технологические фишки, они заключаются в том, что мы специально разработали на этой основе различные дисциплины. Итак, буквально коротко, каким образом, вообще из чего состоит дисциплина именно магистрской программы, ну и, соответственно, конечно, с одной стороны, это ключевые дисциплины, то есть обязательно дисциплины, то есть есть два таких блока, да, то есть обязательно профессиональные дисциплины, на самом деле их, ну, не так уж много, а больше вариативной части, вот, и, соответственно, конечно, на протяжении всех двух периодов обучения у вас проходят методы, такие семинары, как методы исследований в корпоративном финансе. Но надо отметить, что мы здесь с вами не погружаемся вот, ну, в какую-то, наверное, такую рутину исследований, когда очень много каких-либо таких, ну, скажем, может быть, заоблачных каких-либо исследований, да, не характерных, например, для российского рынка или, может, силы ограниченности, мы именно за счет практик ориентированности мы исследуем кейсовые практики, кейсовые направления, именно к какому уникальному, например, пути пошла та или иная компания, да, в чем ее уникальность, а как это повлияло на ее те же финансовые показатели, да. Есть такая форма, как семинар наставника. Вот семинар наставника, роль наставника – это в том, чтобы как раз-таки правильно определить и помочь разложить это исследовательское направление для формирования определенного вот того кейсового направления. Дальше, соответственно, есть отдельный достаточно большой блок специализированных курсов по выбору, где представлены как академический состав преподавателей, так и курсы от бизнес-экспертов. Мы сейчас с вами посмотрим, какие это курсы. Безусловно, это практическая подготовка, ну, то есть как обычно в любой образовательной программе есть практика. Вот, есть такое понятие, как мага-лега. Мага-лега – это набор тех предметов, которые бы вы хотели развить, какие-то навыки, хард-скил, например, хотели бы развить для себя в части вашей квалификации, так, то есть вариативность, чтобы именно конкретно вы под себя подстроили. Ну, и, конечно, завершением является написание магистрка диссертации. И, соответственно, вот именно диссертация является таким высшим элементом, когда вы все свои знания прикрепляете через написание научной работы. И, причём надо сказать, что наше ноу-хау – это то, что готовятся групповые работы, когда несколько человек участвуют в написании и в более глубоком погружении какой-либо тематики. так, вот, и уже в квалификаторной диссертации происходит защита перед госкомиссией, так, и выдаётся государственный диплом, в котором написано, что вы магистр финансов. И вот, как раз таки упреждаю вопрос, Павла, давайте посмотрим, какие же есть обязательные элементы в программах и дойдём до вот этого вариативной части. Итак, вот две программы, то есть принципиально различие двух программ заключается в том, что корпоративная финансия – это программа оффлайн, то есть она предполагает именно вечернее начало лекций, ну, для первого курса практически каждый день. У вас на той или другой программе однозначно есть возможность совмещать работу и учёбу. Вот, а в корпоративных финансах вы приходите на Покровский бульвар 11 – это наш главный корпус издания, вот как раз таки фоном, моим фоном является Атриум, нашего Покровского бульвара. И, соответственно, каждый вечер с 19 часов по будням до 21.30 и в субботу с 10 утра вы находитесь в аудитории. Программа корпоративной финансы реализуется на русском языке и отдельные элементы, отдельные дисциплины есть на английском языке. А вот программа магистр аналитики бизнеса – это полностью онлайн магистратуры, если, например, у вас работа связана с командировками, или вы, допустим, не планируете или там не проживаете в Москве, то вы можете учиться абсолютно онлайн на английском языке. И как бы часть дисциплин, они, ну, как бы похожи между собой, немножко чуть плюс отличаются, ну, возможно, какими-то акцентами. То есть такими базовыми дисциплинами на обоих программах являются теория финансов, макроэкономика и эконометрика. Это база. А затем добавляются корпоративные финансы из таких специализированных дисциплин. И мы здесь говорим про корпоративные финансы, которые продвинуты в уровне, потому что даже если вы изучали корпоративные финансы, то, соответственно, безусловно, это у вас будет продвинутый уровень. Управление, оценка и управление стоимостью, ну, это как бы те навыки ключевые, которые просто должны финансисты знать и уметь. Плюс ко всему в обязательном порядке, как правило, дополнительно проходят международные стандарты финансовой отчетности, да, то есть вот и ФРС, то, что вы видите, и нефинансовая отчетность. Это тоже определенные такие позиции. Здесь, с одной стороны, как бы обязательная дополнительная дисциплина, да, которой можно это выбрать, потому что, опять-таки, не у всех дисциплины были, потому что все зависит от специальностей, и, как практика показывает, к нам поступают, не всегда имея какое-то такое экономическое образование, да, то есть где-то процентов 50, действительно, абитуриентов у нас и студентов, будучи с экономическим образованием, 50% без экономического образования. Но это не означает, что у вас, имея вот такой изначальный уровень подготовки, мы как бы сразу вас погружаем в какой-то сложный контекст. Нет, конечно, мы сначала выравниваем, и для этого организуются специализированные, так называемые, курсы, даже не курсы, а дисциплины, как начальный уровень, да, для того, чтобы те, кто не имеет экономического образования, смогли разговаривать на одном языке и изучать уже такие более сложные дисциплины, как коммертирные финансы, как, например, теории финансов и так далее. Вот, это, соответственно, обязательные персональные дисциплины, и они достаточно схожи, ну, наверное, вопрос только в языке реализации, да. И, кстати, я хочу заметить, что пусть вас не пугают, что магистр аналитики бизнеса на английском языке, это прекрасная возможность повысить свой уровень финансового английского, потому что вы здесь в записи смотрите видеолекции и потом общаетесь, что у вас к концу как раз-таки второго курса очень хорошо повышается именно персональный английский, финансово английский. Дальше немножко мы разделим эти блоки. У нас есть так называемый второй блок, это дисциплины по выбору, и здесь они немножечко, чуть отличаются. Итак, программа корпоративной финансы. То есть это, как правило, программы, которые реализуются, немножко повторюсь, на русском языке, но есть отдельно, можно выбрать на английском языке. И, как вы видите, дисциплины, которые перечислены на слайде, это управление эффективностью бизнеса, международные стандарты и международный финансовый менеджмент и так далее, они все реализуются с позиции именно приглашения практиков, то есть одновременно это читают и академики, и практики, и это дает максимально профильский подход. И вот как раз-таки, отвечая на вопрос Павла, который говорит о том, что бизнес-моделирование входит ли в программу корпоративной финансы, у нас есть отдельная дисциплина финансового моделирования, которая длится два модуля, то есть это фактически такой достаточно большой объем, потому что финансовое моделирование, ну, можно его бизнес-моделирование назвать, но на самом деле финансовое моделирование – это достаточно востребованная навык и дисциплина, которые на сегодняшний момент стремятся обладеть не только финансисты, но, я вас уверяю, приходит очень много нефинансовых сотрудников, потому что везде что-то, если вы хотите показать, утвердить и так далее, вам нужна финансовая модель. Вот. Итак, теперь я бы хотела передать как раз-таки слово Илье Шумову. Илья здесь у нас на месте. Как раз-таки он является преподавателем дисциплины финансового моделирования и не только, и в детпроектную мастерскую. Илья, если вы с нами, пожалуйста, готова, чтобы вы сказали свой опыт, своё представление о студентах и о том, как и что вы преподаете. Пока Илья подключается, так. Пока не вижу его в составе. Подожди, пока Илья подключается. Давайте я пока продолжу. Итак, соответственно, второй блок – это блок по выбору, например, в программе «Корпоративные финансы». «Корпоративные финансы». И вот из этого блока вы можете выбрать предмет. Они просто имеют разную продолжительность. И по этой продолжительности можете выбрать. Илья, приветствуем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте, извините. Технические сложности были. Да, всем добрый день. Действительно, я веду курс финансового моделирования. Давайте просто вкратце расскажу, чем мы планируем заниматься, чем мы будем заниматься в рамках этого курса. То есть базово идея курса построена от АЗОВ до построения финансовой модели. То есть мы по ходу курса разбираем как базовые вещи, как фундаментальные для построения финансовых моделей. И потом уже в конце мы доходим до как раз главного проектного задания. Это подготовка самой финансовой модели. Вы выбираете компанию, выбираете отрасль, самостоятельно строите модель от начала до конца на базе тех наработок, которые мы как раз с вами делали в течение всего курса. Более того, у нас часть нашего курса – это семинарские занятия, где мы в том числе разбираем практические примеры финансовых моделей. То есть логика заключается в том, что мы вначале смотрим теорию, потом смотрим применение этой теории при построении финансовых моделей в рамках АЗОВ, потом переходим к моделям уже отраслевым, разбираем отраслевые модели, и дальше вы уже сами выбираете какую-то компанию, какой-то проект. И как раз на базе тех знаний, которые были получены в рамках наших занятий, курсов, вы уже самостоятельно строите финансовые модели и получаете такой практический уже опыт, который как раз и востребован сейчас. Я, в частности, работаю на текущий момент в Финер-8 в Кузбанке, возглавляю направление МНЭйдвайзер, и вот финансовые модели, построение финансовых моделей – это классическая составляющая нашей работы. Вы должны оценить компанию, должны построить корректный прогноз, чтобы он не вызвал какой-то аллергии у инвесторов, и чтобы ваши прогнозы, ваши предпосылки были обоснованы. То есть, по сути, это такой практикоориентированный курс, настроенный на то, чтобы самостоятельно учиться делать финансовые модели по компании. Да, действительно, очень интересный. И, по-моему, самая высокая запись как раз и на этот курс финансовой модели. Я вижу большой спрос на рынке в целом, на таких специалистов и востребованность как раз с точки зрения опыта. Поэтому это в любом случае опыт, который вам пригодится. Не знаю, будете в этом сталкиваться на работе, или просто даже лично сами будете каким-то образом инвестировать, к примеру, в компании. То есть, также вы можете, к примеру, для себя оценить, не знаю, инвестировать ли в акции Сбербанк или нет, какая стоимость потенциально у этой компании. Это, в принципе, тоже, на самом деле, финансовое моделирование, оценка стоимости компании. Да, вот, да, спасибо большое, Илья. Как раз-таки Павел в этой связи задает вопрос о том, что будут ли инвестиции затронуты в корпоративных финансах. Безусловно, инвестиции – это основа, да. То есть, в принципе, инвестиции, ну, здесь можно по-разному рассуждать. То есть, наверное, вы имеете в виду, что финансовые инвестиции и так далее, конечно, то есть рассматриваются инвестиции как источники, и как финансирование, и как способ привлечения, и как способ размещения. И вот то, что даже вот Илья вам подсказала о том, что даже при построении финансовой модели, то есть всё можно как раз через призму финансовой модели оценить, и, соответственно, любую инвестицию простроить через этот как раз денежный поток. Вот, поэтому, безусловно, инвестиции, ну, это как бы, как сказать, это тот процесс, который абсолютно сопрождают все корпоративные финансы, и вы, соответственно, любой факт будете в итоге через инвестиции. Так, Илья, спасибо большое. Если будут вопросы, то мы, соответственно, там, скажем так, передадим вам или что-то как-то подключим, попробуем, да. Вот, то есть пока. И немножечко сейчас затрону я про магистр аналитики бизнеса, чтобы была такая вот, ну, понятная система, да, то есть как бы что у нас на корпоративных финансах. Магистр аналитики бизнеса, вот здесь, еще с ответом на вопрос Марии, по поводу того, что можете ли вы... Вот как раз-таки в онлайн-магистратуре вы вообще еще легче можете совмещать, потому что вы сможете смотреть сначала предзаписанные лекции, а потом, как правило, в зависимости от того, в каких часовых поясах находится абитуриент, потому что понятно, что если, например, это Дальний Восток, и если это какие-либо северные регионы, где очень большая разница, то мы проводим по московскому времени, несколько чуть пораньше, или делаем вторую порцию проведения, то есть это когда опять-таки с тех же 18.30 мы начинаем, для того, чтобы вы могли максимально успеть после рабочего дня присоединяться к какому-то либо семинару или проекту, и тем самым у вас вот такой как бы объем недели. Объем недели, тут зависит от того, насколько вы себе выстраиваете просмотр этих видео лекций, конечно, их невозможно просмотреть прямо за 5 минут, даже в ускоренном режиме, достаточно большой объем записанных видео лекций. Но, в общем-то, в итоге при правильном планировании, да действительно, особенно когда предзаписанные лекции, вы можете слушать там, по ходу, когда вы едете на работу, или, допустим, когда вы что-то находитесь дома, например, то есть, в принципе, доступны в любом формате, получается, так что можно распределить, сказать, что какой же объем часок в неделю, но стараемся мы поставить семинарские практики где-то 2-3 раза в неделю для онлайн-магестературы, потому что еще тоже нужно прослушать видео лекции. Но все зависит от дедлайнов и домашних заданий, потому что независимо от того, учитесь вы оффлайн или онлайн, у вас обязательно практические так называемые не то что курсы, а проекты, именно проекты, которые вы делаете на примере реальных компаний, вот, и, соответственно, вы защищаете такие проекты, ну, где, в принципе, списать невозможно, а именно требуется ваша работа. То есть вы посмотрели, вы посмотрели, как методики нужно считать, соответственно, получили консультацию, семинар, пришли на семинар с преподавателем, и далее вы самостоятельно работаете уже как финансисты, да, и вы защищаете свой проект. Вот, по обучению на карантин финансов здесь ежедневно, в рабочие дни, с 19 до 21 до 30 у нас занятия. Как правило, первый курс, он достаточно насыщенный, и здесь необходимо будет присутствовать в аудитории, оффлайн, именно вот на корпоративном финансовом, если мы говорим про именно такую позицию, так. Итак, по курсу по выбору, с точки зрения магистра аналитики бизнеса, вы видите, что здесь очень много похожих предметов, но они просто, опять-таки, на английском языке, так. Вот, но есть еще и различия, да, допустим, есть такой интересный предмет, как бизнес-аналитика, например, да, вот, есть, например, что еще, отдельно, как бы, вот, фарензи, да, направление. Вот, и это действительно и записывали, и ведут эти семинары занятия реальной практики, так. Вот, и, соответственно, еще плюс дополнительно в развитии тематики устойчивых финансов, да, то есть это интегрированный риск-менеджмент, как раз-таки, Сергей Владимирович, его предмет корпоративное управление, compliance, устойчивые финансы, sustainable finance, налоговое планирование, финансовое моделирование, да, то есть достаточно много пересечений из магистратуры корпоративной финансы. Для того, чтобы развить ваши портфели навыков и так далее, у нас еще помимо магистрских программ, у нас есть еще отдельная наша школа, оп-оп-оп, кто-то там, да, листает, сейчас, подождите-ка, сейчас, секунду, я вернусь, если вы хотите полистать сами, посмотреть, да, что-то дальше, то, соответственно, я вам рекомендую тогда скачать нашу презентацию, вообще она будет вырослой, она, соответственно, мы будем таким образом делать, да, то есть мы здесь вот в итоге остановились, то есть портфель навыков. У нас есть именно своя школа по конси, да, которую создали наши выпускники, и вот хотела бы как раз предоставить слово, чтобы поделились своим опытом, во-первых, о проходении обучения, да, и, соответственно, уже как выпускники с определенным стажем, да, то есть не вчерашние выпускники, а люди, которые после окончания магистратуры прожили уже больше года, да, так, статусе планционного специалиста, так, ну и помогает нам создавать и реализовывать так называемые привлечения финансистов, коучинг, размещения стажировок, то есть так называемые карьерные центры. Итак, Макар, не знаю, что вы вроде как-то здесь, Макар, Дамил, могу вам предоставить слово для того, чтобы вы рассказали об этом, а потом я уже продолжу про портфель программы. Так, Макар, не слышу пока. Добрый день. Ага, Дамил, добрый день. Макар, у тебя... Добрый день, сейчас слышно? Ага. О, отлично. Да, да, видимо, нужники, да. Да, ребята, всем привет. Мы вот в здании выпускники программы, и, собственно, хотел коротко сказать, перед тем, что Елена Юрьевна отметила карьерный центр, мы... вот я приходил на программу с отсутствием экономического опыта, экономических знаний, вот, и получилось действительно быстро достаточно во все это интегрироваться, и действительно очень хорошо уравняли уровни зданий, и уже после этого получилось так сменить карьерный трек. И мы с Даней, после того, как закончили программу, собственно, корпоративные финансы, мы подумали, что будет полезно для студентов, если мы будем устраивать лекции с экспертом, мы будем звать, мы будем обсуждать, как, по каким карьерным трекам можно строить свою карьеру, и как можно вообще человеку, который только-только начинает, только ищет стажировки, как можно, в общем, более грамотно выбрать первые компании, куда идти. И вот это то, чем мы занимаемся, то, что мы стараемся делать. В частности, например, мы также не так давно делали кейс-чемпионат, где приоритеты были ребята именно с программой корпоративной финансы, с программой Мамба. То есть здесь мы договорились с самокатом доставки, сервисной доставки, что мы даем кейс, и вот ребята, которые в этом участвовали, опять же, приоритеты были наши ребята, они могли уже потом впоследствии поговорить с руководителем финансового моделирования, с финансовым директором самоката, и если они себя хорошо проявили, то была возможность действительно туда попасть и трудоустроиться. Так что стараемся поддерживать эту связку между учебой и строением карьеры. Да, не суждаюсь, что-то практически. Мне особо нечего добавить. Ну, может, о своем опыте немножко о том, что получилось именно получить в ходе магистратуры. Ну, я бы, наверное, два основных пункта отметил. То есть, ну, вообще, зачем стоит учиться в магистратуре? Конкретно я учился на корпоративных финансах. Первое, ну, наверное, даже это один такой основной пункт. То есть, вся учеба, она моделирует, по сути, основную работу. То есть, ты там не просто изучаешь какие-то предметы, а, по сути, ты там два года работаешь как бы вот в финансовой сфере. Соответственно, практически все предметы – это командные кейсы. То есть, умение работать в команде. Можно там на себя брать роль менеджера и даже, в принципе, просто управлять командой и следить за исполнением задач. И второе – это, скажем так, сами задачи, которые нужно решать, они, ну, иногда чисто теоретические, иногда более практические, нетривиальные. И нужно там не просто по какой-то методичке два-три действия, там, вычислительных сделать и нарисовать презентацию, а разбираться, почитать много литературы, почитать там другие какие-то кейсы. И вот это все, по сути, заменяет, наверное, даже какие-то там базовые стажировки в компаниях. То есть, можно, ты уже, когда я приходил на стажировки, да, мне там особо ничего нового не узнавало, и благодаря Корпфину можно так неплохо повысить свои шансы среди, там, других студентов при отборе на какие-то начальные вакансии. Да, тем более ребята сами убедились, создавая карьерный центр и уже взаимодействие с выпускниками, причем очень многие лет, потому что программе корпоративной финансы, сколько мы считали, порядка, по-моему, 14 или 15 лет уже, и вот, и уже достаточно большой пул выпускников. Ну, а, соответственно, финансисты ведь люди очень осторожные, так. И, соответственно, конечно, они именно очень трепетно относятся к тому, кого они привлекают. И когда они знают уровень подготовки, что на программе действительно пройдут те базовые, не то что базовые принципы, а именно тот продвинутый уровень, который нужен на практике, то, ну, скажем так, первое, куда, наверное, обращаются с точки зрения вакансии, что нам нужен такой-то, такой-то специалист, это к ребятам уже в карьерный центр, потому что они знают, что именно здесь можно найти действительно квалифицированного финансиста. Вот. И те же стажерские практики, и те же какие-то различные направления, да, поэтому в итоге ребята уже вот и пришли с идеей создания этого отдельного карьерного центра, школы финансов, потому что это очень специфично, финансовые вакансии, они не всегда понятны для широкого рынка. И если вы посмотрите просто HeadHunter, то там специфичность в каких-то общих таких вещах, да, и очень часто HR-ы, ну, не секрет, что сейчас очень популярны IT-направления, отдельно есть HR-службы, которые по IT-направлению, но финансисты – это тоже отдельная когорта, и простому HR-у не всегда возможно понять, именно какой же финансист нужен, да, и как его отобрать, потому что за, вроде бы, одинаковыми словами может скрываться совершенно разная квалификация. И вот подтверждением тому, как раз-таки вот этот слайд, где у нас есть, представлена как раз-таки наша фишка инновации, магистрская программа аналитик бизнеса, в том, что у нас есть лаборатория, проектная лаборатория от экспертов, где не просто проходит обсуждение какой-то проблематики, а идут конкретные расчеты, конкретный сбор информации, и именно эксперт оценивает, каким образом, ну, происходит развитие того или иного направления, да, например, экосистема, да, очень красивое такое звучащее название, сейчас, допустим, даже МТС – это экосистема, СБЕР – это экосистема и так далее, много, множество можно провести, но Яндекс – тоже самая экосистема, да, но они отличаются друг от друга, они разные, и для того, что это проанализировать, как раз-таки в рамках лаборатории, вот через призму механизмов корпоративного финансов, то есть через цифры, получается такой полноценный анализ, который показывает, в чем эффективность одной компании, а другой, и, ну, какая экосистема, например, более работоспособна. Вот, и спасибо Макару, он прислал как раз-таки ссылочку на телеграм-канал, ну, это такая более быстрая связь, получается, где вы можете подписаться и посмотреть вакансии, какие есть, да, что, как, и очень многие, кстати, начинают даже со стажировок, потому что это такая популярная тема, и как бы где найти специализированную стажировку, потому что стажировка позволяет вам ответить на вопрос, насколько вам это подходит, да, то есть насколько вы сможете справиться с этой задачей, что из себя это представляет, ну, а потом дальше присмотреться или уже к такой стабильной работе, получается, или же что-то новое, еще другое направление попробовать. Вот, поэтому механизм стажировок, он достаточно популярен, и ребята как раз собирают абсолютно все возможные направления, вот именно что касается финансистов. Спасибо большое, Макар Даниил. Вот, если будут вопросы, сейчас тогда мы, получается, вам адресуем, так, но давайте продолжим с позиции именно наполнения нашего профиля программ и какие мастерские у нас есть на корпоративных финансах, да, то есть тоже они, как правило, характерны для второго курса мастерские, когда в малых группах, так же в малых группах, то есть буквально 5-7 человек обсуждается проблема, она не просто обсуждается, она просто именно как с точки зрения эксперта, который ставит по основному какую-то задачу, то есть в чем проблема, в чем возможны отклонения какие-либо, да, как прийти к наиболее эффективному результату, вот, и эти мастерские, они обновляются ежегодно, то есть приглашаются или расширяются, группы экспертов, или, например, эксперты сами предлагают что-либо, да, то есть одного из экспертов, Юшу, как раз-таки вы видели сегодня, и он ведет не только финансовый нагрев, но и мастерскую у него, мастерская по направлению мезонимного финансирования, вот, поэтому именно презентация проекта с оценкой эксперта практика – это очень ценный такой навык, по которому вы именно по всем канонам вот этих вот финансового представления, данных, показателей, вы можете попробовать себя в роли такого вот эксперта с позиции аналитики, что же показывает то или иное направление. Но чем же отличаются программы, да, то есть пока мы сейчас с вами говорили как раз-таки о таком общем блоке, да, конечно, есть отличия, да, если вы выбираете в содержательном плане, то есть помимо графика обучения и так далее, вот то, что вам как раз расписал Сергей Владимирович, и в чем будет отличаться, то, соответственно, с позиции содержательного тоже есть такие небольшие различия. Итак, ну, во-первых, первое отличие – это название траекторий, да, то есть на карманте на финансах – это две траектории, и это так принято с точки зрения образовательных программ, да, то есть вы поступаете на корпоративные финансы и на магистр аналитики бизнеса, но внутри еще есть такие так называемые два направления. В корпоративных финансах вы видите – это стратегия управления стоимости компании, это вот как раз-таки фактически та концепция, которую Сергей Владимирович вам рассказывал, и вторая траектория – это к этой концепции добавочка такая из G-трансформации, то есть когда добавляется нефинансовая и отчетность, и нефинансовые факторы, и в данном случае это реализуется через такую форму, как семинар на станке. В магистр аналитики бизнеса тоже две траектории, но здесь немножко по-другому они названы. Это value-based бизнес аналитикс, то есть именно тоже оценка созданной стоимости, и strategic business reporting, то есть именно отчетность, стратегическая отчетность компании, которая включает помимо финансовую, конечно, тоже нефинансовую информацию. Поэтому здесь именно наполнение, чем будет отличаться, то есть, конечно, не только просто отличается названием этих траекторий, а отличается именно тематиками. Внутри каждой получается траектории, и эти тематики мы вам представляем, мы рассказываем именно, чтобы вы смогли сделать выбор и понять, что же для вас интересно, важно, где же вы хотели бы себя проявить, и вы, соответственно, начинаете с нами работать. Например, Елена Юрьевна, хотел тоже добавить по поводу стратегии бизнес-репортинга, очень интересная тоже траектория, которую мы хотим развивать с точки зрения автоматизации как раз процесса подготовки вот этой вот отчетности для различных заинтересованных сторон. Причем это же не бухгалтерская отчетность, у нас вот интегрированные отчеты, отчеты об устойчивом развитии. Понятно, что сейчас в мире существует большое количество стандартов подготовки таких отчетов, но большинство компаний сталкивается с большими вот такими вот челленджами, с большими сложностями, как раз с точки зрения подготовки таких отчетностей. Почему? Потому что для них уже нужно совершенно другой уровень бизнес-аналитики, совершенно другой уровень знаний в области, уровень данных, да, и совершенно новые метрики, к которым там традиционные бухгалтера, там даже финансовые директора, они совершенно не привыкли, вот для них это очень тяжело. А мы, соответственно, учим, во-первых, как составлять нефинансовую отчетность, да, и главное, как ее автоматизировать и как сделать так, чтобы она была, а такая отчетность по запросу, да. Ну и заодно мы еще, соответственно, учим, как на основании этой отчетности можно делать различные оценки эффективности вот реализации практик устойчивого развития, это различные рэнкинги, IG-рейтинги, различный индекс устойчивости, индекс инклюзивного роста. То есть на самом деле тоже очень интересная траектория, вот, тоже хотел бы, чтобы тебя тоже обратили на внимание. Да, вот как раз я вам уже открыла для того, чтобы, опять-таки, понять разницу, да, понятно, что, наверное, на слух достаточно тяжело сориентироваться, как бы, а что же конкретно и как же мне выбрать, но не переживайте, конечно, мы проводим отдельные вводные такие разъясняющие понятия, то есть а что же конкретно в каждом конкретном случае вы будете изучать, то есть чтобы вам показать, какой у вас есть выбор, да, и, соответственно, найти то, чем вам действительно будет интересно. Вот, так что эта презентация у вас будет, вы можете еще поизучать именно, как бы, куда бы вы хотели пойти, потому что, на самом деле, это на этапе обучения уже, так, вот, а пока, конечно, стоит вопрос о том, что, в принципе, выбрать между нами программами, да, вот, и пока вы смотрите вот отличие программ, к нам присоединилась… Так, Кристина к нам присоединилась, в принципе, нам есть онлайн-программы, вот, выпускница этого года закончила, блестяще, я считаю, закончила программу с красным дипломом, одна из самых наших лучших студентов, правда, вот, и очень хотелось бы, чтобы Крис рассказала о своих впечатлениях обучения на программе, и, может, бы, дала какие-то рекомендации для клиентов, да, и, может, бы, рассказала о своем опыте, да, о своих эмоциональных каких-то переживаниях, которые у нас по-другому программе. Да, могу говорить, меня слышно? Конечно, Кристина. Добрый вечер всем еще раз, большое спасибо, что пригласили поучаствовать, я хотела бы рассказать, как у меня прошли эти два года, чем я занималась, какие вызовы были на этом пути, и что в итоге произошло. На самом деле программа, которую я проходила, напомню, это магистр аналитики бизнеса онлайн, была очень насыщенная, были очень широкие курсы, были очень грамотные эксперты на программе, плюс могу отметить, что нагрузка и расписание вообще отлично подошли мне как человеку, который не хотел после бекалавриата уходить в магистратуру с головой, я спокойно работала в консалтинге и совмещала с учебой. Да, приходилось работать по вечерам на выходные, но для человека, который знает, зачем это нужно, это было не проблемой. Поэтому надеюсь, что если кто-то решится дальше продолжать этот путь, то для вас это не будет преградой, что вы... точнее, наоборот, будет для вас плюсом, что вы сможете продолжать свою карьеру, не отходя от учебы. Немножко расскажу про сами предметы. Было очень много разносторонних финансовых программ. Часть из них мне уже были знакомы на бекалавриате, но на самом деле я немножко с другой стороны взглянула на эти курсы, что помогло мне усилить свои навыки как финансисты. Ну, и на самом деле, хотела бы отметить, что очень классная команда, очень классные эксперты и студенты, поэтому мы достаточно коллективно провели время. Я считаю, что мы многому научились друг у друга. Спасибо большое. Отлично. Соответственно, ребят, если у вас есть вопросы, вот кто активно задавал по поводу магистратуры, онлайн магистратуры и так далее, вы можете еще разок вот здесь как бы от первого лица спросить, а что это, каково, да, учиться и как это совмещать, вот, подумайте по каждым вопросам. Вот, соответственно, слайд отличия программ, наверное, вы уже посмотрели, и как раз таки вот они, конкретика, конкретика различных форматов учения, и, соответственно, приоритетное содержание, то есть именно конкретика по программам, да. Кристина, ну, наверное, можем отпустить вас. Спасибо. Спасибо вам. Да, ребята, я тоже хотел сказать важную вещь. Сейчас вот, например, очень многие крупные компания, Терфакс и, вот Елена Юрьевна не даст мне соврать, многие аналитики, многие, как бы, финансовые дома столкнулись как раз с проблемой и нехватки хороших специалистов именно в области бизнес-аналитики, да, потому что, опять же, как вот мы в начале теоретической части нашего дня, при этом двери видели, да, что сейчас аналитика достаточно сильно усложнилась. А мы в нашей стране имеем, как бы, два тренда таких интересных. С одной стороны, как бы, инвесторы хотят усложненную аналитику, включающуюся как раз вот анализ нефинансовых ресурсов, анализ бизнес-моделей, анализ вот устойчивости, дополнение, так сказать, к традиционному финансовому анализу. А с другой стороны, к сожалению, с 12-го года, где-то с 11-го, да, планомерно в нашей стране, в общем-то, профессия аналитика обесценивалась по причине того, что, как бы, ну, многие банки считали, что это такой кост-подразделение, которое не продающее, и, в общем-то, поддерживать его не стоит, а хорошую аналитику, как бы, всегда можно скачать, там, я не знаю, с Блумберга или каких-то западных ресурсов. Сейчас мы получили такую ситуацию, когда всем нужны хорошие аналитики, с глубоким знанием как раз анализа финансового, нефинансовой деятельности организации, а их на самом деле, как бы, нет, да, и мало кто их готовит. Но вот на наше счастье с вами, да, что как раз вот обе наши программы, они как раз готовят, особенно вот онлайн-программы, готовят действительно, как бы, финансовых и бизнес-аналитиков, которые не только, как бы, умеют, как бы, айти, собирать данные, да, но как раз именно построить требования к сбору этих данных, проанализировать эти данные, дать, главное, свой аналитический взгляд на состояние бизнеса, на состояние страны, на состояние регионов, вот, это очень важные цены, и за это действительно, как бы, сейчас бизнес платит, да, потому что сейчас, на самом деле, из аналитиков остался вот крупный дом Сбербанка, да, где действительно бизнес-аналитику достаточно высокого уровня, да, ну, и все, да, то есть мы имеем, на самом деле, пустыню, да, и даже вот Сбербанк говорит нам о том, что очень большая нехватка специалистов в этом области, да, поэтому, ребята, если вы идете к нам, то вы, а, не останетесь без работы, и, б, будете всю жизнь процветать, потому что это направление будет только развиваться. Ну, и я хочу подчеркнуть здесь еще, как бы, такую ремарку добавить, что есть понятие финансового аналитика, но это несколько другое, нежели чем, скажем так, то, что мы даем как аналитика, то есть вы входите аналитиками в плане корпоративных финансов и магистр аналитики бизнеса. Здесь мы ставим как раз-таки цель научить вас посмотреть компанию изнутри, да, то есть как бы, ведь обычный финансовый аналитик в таком привычном понимании, это вот мечта что-то, собрать информацию, скажем так, ее как-то на кластеры поделить, какие-то группы выделить, ну, и с каким-то блоком по работе, то есть очень популярно это в области, например, площадок, например, Озон, Балберес, да, то есть Яндекс, например, Яндекс.Маркет, да, когда работают с потребителями в основном, так, ну, то есть как юнит экономика через расчет, вот, соответственно, сколько же каждый потребитель раз покупает, а какую ему акцию и так далее. Ну, это немножко, ну, больше всего маркетинговый подход. Мы смотрим аналитику именно через призму компании, когда раскладываем ее в операционную деятельность, когда мы раскладываем ее стратегию, да, то есть рассмотрим брайверы стоимости и отвечаем на вопрос, то есть отвечая на вопрос, сможете ли вы потом работать на финансовом рынке, безусловно, вы очень будете легко понимать, как ведет себя компания, почему такое, допустим, это как-то вот нашло отражение, да, вот, и зная глубоко, именно понимая процессы в компании, вы легко можете абсолютно в любой, вплоть до банков и, безусловно, быть востребованным специалистом, потому что, ну, изучая, как бы, более узкую такую тематику, то есть, ну, чисто, допустим, финансовый рынок вы изучаете, да, это несколько очень сильно отличает, да, потому что взгляд финансового рынка и взгляд компании изнутри, как правило, отличается. Вот, поэтому более глубокие знания – это как раз-таки вот на двух наших программах. Ну, а теперь, наверное, перейдем к более таким всегда горячим вопросам, как поступить, потому что, вот, с точки зрения самых наших первых вопросов, конечно, вопросы в начале поступления. Итак, начнем мы даже с того, что, конечно, у нас есть скидки при поступлении, потому что обе программы платные, но эта оплата делится на два семестра, да, то есть, соответственно, принимается оплата пополам. Это первая ремарка. Вторая ремарка, что у нас есть определенные скидки, если у вас есть какие-то заслуги с точки зрения олигарии, например, да, или каких-либо конкурсов и так далее. Но я бы сказала, наверное, самое такое уже хорошее новшество, которое в этом году очень сильно набирает обороты – это образовательный кредит. Образовательный кредит, где ставка субсидируется государством, и причем, если в прошлом году этот образовательный кредит выдавал только СБИР, то в этом году подключились несколько банков и Тинькофф в том числе, и это несколько упрощает процедуру. Почему? Потому что, ну, допустим, просто даже в качестве отличия на СБИР, если у вас есть возможность, то они просят приехать для того, чтобы лично подписать договор Тинькофф. В данном случае не требует Тинькофф, можно прописать все удаленно. И по факту вы можете, взяв образовательный кредит, то есть у вас нет обязательств гасить его тут же немедленно. То есть вы можете начинать гасить кредит образовательный, закончив свое обучение, то есть когда вы действительно уже можете себе это позволить, ну, допустим, полноценно работать. И по факту, опять-таки, тоже подав заявку на образовательный кредит, это не означает, что вы обязаны взять этот образовательный кредит. Вы, соответственно, берете столько, сколько вам необходимо для какой-то оплаты обучения. И, конечно, в наше непростое время, когда буквально на днях поднялась ставка, рефинансированная, точнее, Центробанка с 16 до 18%, кредит по ставке 3%, при этом действительно в данном случае здесь нет никаких страховок, нет никаких скрыток переплаты, как обычно это делается в рекламных целях. Это действительно 3%, потому что эту разницу посмещает государство. И, таким образом, в сфере образования есть такая уникальная возможность, что вы можете не откладывать свою квалификацию на потом, а наоборот, даже сейчас. Если мы посмотрим на рынки льготных кредитов, то вы, наверное, наблюдали, как резко изменились и ставки, и возможности по льготной ипотеке, то есть насколько она сократилась, то, скажем так, в данном случае, видите, развитие именно инвестирования самого себя, инвестирование в свое повышение квалификации, в свой рост, это, наверное, самая ценная инвестиция, которая вам купится достаточно и очень быстро, и, скажем так, принесет бенефиты уже в процессе обучения. Потому что не секрет, очень многие наши студенты, еще не будучи выпускниками, буквально через полгода начинают уже менять или место работы, или, скажем так, в принципе, смотреть свой апгрейд карьерной лестницы. Ну, а, соответственно, уже на втором году обучения уже идет такое полное развитие карьеры, поэтому к кончению магистратуры многие имеют и полноценный стаж уже в этой области, финансовой области дополнительный, или какую-то дополнительную квалификацию, и, безусловно, получают диплом, то есть так называемый два в одном, что дает вот эта вот практикоориентированная программа. С позиции все-таки поступления, то, конечно, здесь нам надо рассказать о том, как проходит поступление, чтобы вопросы, еще раз повторюсь, вот этого начального нашего как раз-таки обсуждения, мы касались именно, как поступить. Итак, на эти две программы проводится оценка портфолио. Вы собираете портфолио, и если внимательно вы посмотрите, здесь вот видны красными звездочками, да, это те три обязательных элемента, которые, скажем так, позволяют вам пройти по этому портфолио. То есть, смотрите, мотивационное письмо, ну, то есть это стандартная система абсолютно любой магистратуры, когда вы, в принципе, описываете и рассказываете, вот почему именно как правильная финансия, да, потому что ведь магистратура – это более осознанный выбор, это же не просто вам поступить, да, и не просто, чтобы, ну, скажем, как-то вот какой-то период своей жизни потратить, да, а, соответственно, вы должны себе ответить на вопрос, вот вы хорошо закончите, как правильная финансия. Действительно, здесь нужно учиться, и учиться нужно каждый день, да, вот, и выходные в том числе, и это не один месяц, не два, это как бы учебный год, два учебных года, поэтому мотивация у вас, конечно, должна быть. Мы принимаем им мотивированных студентов. Затем, если у вас есть опыт работы, если у вас какие-то есть стажировки, то, пожалуйста, вы можете приложить резюме или какие-то такие подтверждающие документы о стажировках, работах в компании, да, потому что иногда, да, резюме – это ваш опыт, который может учесть там различные и мелкие курсы или, например, какие-то, возможно, общественные мероприятия, да, то стажировка, работа в компании – это показывает, чем же вы занимались. Затем, если вы покупаете как-то рекомендательные письма, они могут быть, если вы вчерашний студент, например, это могут быть от научных руководителей, от руководителей ваших каких-либо дисциплин, например, да, если вы не вчерашний студент, а уже имеете большой опыт за плечами, то, пожалуйста, это может быть рекомендательное письмо от вашего руководителя, в карте подчинения которого вы находитесь, например, да. И, соответственно, очень многие студенты любят участвовать в тех, чем в Анатах, просто винований, то, пожалуйста, тоже можете предложить. Дальше что происходит? То есть мы получаем, то есть вы должны загрузить это в личный кабинет абитуриента, пакет документов, и вам приходит ссылка на тестирование по английскому языку. Причем тестирование по английскому языку приходит на обе программы. Зачем нам это нужно? Ну, понятно, для магистр-аналитики бизнеса, потому что, в принципе, программа реализуется на английском языке, и нам нужно здесь проверить, что не будет ли вам слишком сложно, например, для изучения. А вот для корпоративных финансов мы проверяем ваш уровень английского, потому что очень многие материалы, учебники, вообще литература корпоративных финансов, она в основном на английском языке. И чтобы вам тоже, опять-таки, не было сложно, потому что финансовому английскому вас научим, а вот само понимание, восприятие этой литературы, вот здесь мы проводим срез ваших знаний, а уже потом в процессе обучения у вас будет финансовый английский. И, соответственно, исходя из вашего уровня, по группам вы освоите финансовый английский, исходя из вашего базового уровня. И обязательным элементом третьим является собеседование. Вам обязательно придет ссылка на запись на собеседование, где вы с представителями приемной комиссии с числом наших преподавателей побеседуете мотивы вашего поступления, может быть, ответим на какие-то вопросы, как отличается программа, как различаются, например, способы, допустим, каких-то дисциплины, то есть что бы вы хотели сами достичь. Это как раз на собеседование и в итоге тем самым проставлять. То есть максимальное количество баллов – это 100 баллов, и действительно 100 баллов имеет место быть. Но даже если у вас какой-то такой минимальный набор, то есть однозначно мотивационное письмо зависит только от вас, только вы его напишете, вы прошли тест по английскому, вы прошли собеседование, у вас есть какой-то, скажем так, резюме, то есть однозначно у вас проходной балл 40 баллов на обе программы. То есть, в принципе, какого-то суперсложного этапа поступления на магистратуру здесь у нас нет. Все достаточно прогрессивно, я бы сказала. И, соответственно, конечно, мы в большей степени вам помогаем определиться с вашим решением. То есть рассказывая именно, если вы выбираете корпоративное финансовое, если вы выбираете магистром аналитики бизнеса, что же вы конкретно приобретете в этом плане. И у нас есть такая опция, как подать предварительный просмотр вашего портфолио, и действительно присылает нам эти портфолио, я сама лично смотрю, даю какие-то определенные рекомендации. И после этого мы назначаем собеседование и, соответственно, проходит. Есть у нас еще тоже такая опция, как ранние приглашения. Сейчас я посмотрю, вот у нас спрашивала, по-моему, или, да, ранние приглашения. Чтобы вы просто понимали, ранние приглашения действуют для абитуриентов, которые поступают не в этом году, а, допустим, в следующем году. Вот, то с февраля, с марта делается объявление, что есть возможность еще до старта приемной кампании уже получить ранние приглашения. Но, в принципе, Лев, если вы еще только заканчиваете, то, конечно, вы отслеживаете просто информацию и новости. То есть весной эта кампания очень активно запускается, она действует по разным программам, и, в зависимости от вашей цели, пожалуйста, вы можете, соответственно, попасть. Сейчас уже раннее приглашение, оно не нужно, да, то есть идет основной прием, то есть, соответственно, вы просто загружаете в личный кабинет свои документы и тем самым проходите собеседование и тест по английскому языку. Вот такие, соответственно, правила и условия приема. И, пожалуйста, наши QR-коды, которые в итоге позволяют вам перейти по программам «Работанная финансовая консультация» в Телеграм, и, на самом деле, мы очень активно общаемся в Телеграме, но я считаю, что это достаточно такой оперативный вид связи, да, потому что, допустим, вы что-то не поняли, да, допустим, что-то вам не совсем понятно или потеряли ссылку, или вообще что вам дальше делать, да, это частые вопросы в Телеграме. Вот, мы быстро, оперативно отвечаем, пытаемся вам помочь, потому что это бывает, ну, всякое бывает, бывает так, что надо обращаться к техподдержке, а техподдержка, например, вам не отвечает, тогда мы пытаемся ускорить, например, по заключению того же договора, да. Вот, ссылочка просто для того, чтобы подать документы и, соответственно, вступить в наш Телеграм-канал. И то же самое есть, безусловно, для магистра аналитика бизнеса, вот, то есть ссылка на тот же личный кабинет абитуриента и отдельная консультация в Телеграм по этой онлайн-магистратуре. Вот. У нас отдельно еще будут отдельные курсы для подготовки, то есть, например, если вы решили, что вы действительно поступаете на корпоративные финансы или на магистр аналитики бизнеса, то специально для того, чтобы выровнять для тех, кто гуманитарий, кто изучал эконометрику, для тех, кто, например, наоборот, технари или, допустим, не по профилю, взять как раз-таки основу корпоративных финансов, то есть макроэкономику и так далее, статистику. То есть мы для вас организуем летнюю школу, да, то есть вот сейчас проходит основной прием, и чуть попозже, с августа, уже будет запускаться эта школа. То есть как только вы становитесь нашим абитуриентом, уже точно, что он наш студент, то есть мы вас приглашаем в нашу школу, бесплатно вас дополнительно учим онлайн для того, чтобы вы потянулись в какой-то уровень, где-то если вы что-то ощущаете, что недостаточно знаете, да, вот, и уже пришли с каким-то определенным багажом знаний на наши магистрские программы. Итак, по основной информации у нас всё. Давайте ваши вопросы. Возможно, вы не все ещё пока что-то высказали, сказали. И из выступающих у нас тоже, вроде бы, тоже все выступили, да. Ну, сейчас мы готовы подчеркнуть на ваши вопросы. То есть что же вам, возможно, непонятно, или какие-то есть сомнения, да, то есть можете написать, можете где-то, наверное, вот. Можем попробовать где-то, наверное, и ожидать вам. Ну да, где-то кого-то можем пригласить в эфир, искажите. Таким образом тоже бы сказать. Вот Леонид спрашивает дедлайн на летнюю школу. Да, дедлайн на летнюю школу. Так, ну, как раз-таки вот мы сегодня определялись расписанием, так. Вот. И, соответственно, дедлайн... Ну, смотрите, если, конечно, вы фактически... Так. Алексей, вы нас даже слышите, да, то есть вот та ссылка, которую вы прислали, почему-то она не совсем рабочая, она как-то немножко битая ссылка, ссылка на запись на летнюю школу, да. Вот. Давайте еще раз продублируем. Дедлайн, насколько я правильно помню, с 5 августа начинается летняя школа, так. Вот. Поэтому вы на какой стадии Леонид? То есть вы уже подали документы? Или вы уже прошли собеседование, например, или еще что-то как-то? Да, напишите. И, соответственно, мы тогда сориентируем, как бы нам ускорить процесс для того, чтобы вас включить в летнюю школу. А, собираетесь только подавать. Окей. Прямо сегодня можете зарегистрироваться в личном кабинете и подгрузить хотя бы свой диплом. Чтобы мы увидели, что да, вы с нами, вы у нас, да. То есть не обязательно загружать прям все в один период, да. То есть вы можете сделать это поэтапно. То есть зарегистрироваться в личном кабинете, подгрузить диплом, то есть то, что у вас есть в наличии. Или наоборот, заполнить свои какие-то личные данные, потом загрузить диплом, потому что нужен скам диплом. Добрый день. Как меня слышно? Да, все слышно. Да, вот мы как раз сегодня уточнили расписание по летней школе. Она состоит из английского языка и эконометрики. Соответственно, по английскому языку занятия проходят со 2 по 27 августа. Занятия по эконометрике с 5 по 26 августа. Но только первый этап, первые 4 занятия. Далее она будет проходить в сентябре. Там также будут по 4 занятия по английскому и по эконометрике. Мы допускаем на летнюю школу абитуриентов, которые проходят регистрацию в личном кабинете. Я как раз ранее высылал ссылку на личный кабинет. И мы сразу высылаем ссылки на Zoom, чтобы вы могли подключиться к данным занятиям. Понятно, что занятия уже скоро, со 2 и с 5 августа. Но, тем не менее, в письме у нас будет ссылка на запись. То есть те, кто не успеют в начале августа подключиться к занятиям, всегда будет возможность посмотреть их, в том числе и в записи. Так что, в принципе, если вы чуть немножко ускоритесь в подаче документов, вы можете загрузить мотивационное письмо, например. Можете загрузить свое резюме. То есть пока мы начнем с вами работу. И, соответственно, если у вас будет желание пройти эту летнюю школу, то, безусловно, мы рассмотрим разные варианты. Так что можно успеть все, соответственно, присоединиться. Если у вас есть вопросы, что-то вам может быть еще непонятно. Может быть, какие-то вопросы по ожиданиям, по составу программы, по трудоустройству, может быть, такое. Да, кем работают наши властники, в каких областях? Да, очень подробно написано, да, это точно. А, присоединиться к родустройству. Ну, смотрите, если рассказать коротко о присоединиться к родустройству, то в силу того, что у нас есть отдельный свой карьерный центр, то плюс ко всему мы проводим отдельные карьерные семинары. Вот прям буквально, как только вы к нам пришли, у нас отдельные есть дни, где проходят именно карьерные треки, рассказывают представители компании консалтинга. Это у нас очень активно КЕП, ТДО, ДРТ, которые показывают не просто свои вакансии, но и помогают вам правильно составить резюме, например, на что обратить внимание. Какое резюме лучше всего оценят, например. И потом, например, с позиции карьерного тоже такого наставничества разъясняется разница работы, потому что есть стратегия, например, то есть работа в стратегии, в чём её специфика, как прийти, например, в какие-то определенные отделы. Есть работа, наоборот, в операционке, да, то есть как бы там какая составляющая, потому что ведь финансовая группа, вот как раз вам Сергей Владимирович рассказывал, что достаточно многогранный, да, но вот этих направлений работы. И для этого мы проводим карьерные семинары. Поэтому после карьерных семинаров у вас могут быть, ну, это зависит от компании, безусловно, то есть ребята собирают предложения с точки зрения, допустим, фасттрека, например, или же каких-либо стажировок, если у вас, например, нет какого-то опыта. Если у вас уже есть опыт, то, соответственно, вы смотрите, какие вообще вакансии есть. Ну, хочу сказать, что программа достаточно востребована, и, как правило, наши работодатели говорят таким образом, что если есть выбор между другими вузами и вышкой программы корпоративной финансы, то с этой программой мы точно уверены, что будет хороший уровень и, соответственно, хороший навык. Поэтому приступить за трудоустройство, я бы сказала так, наверное, к концу второго курса у нас все трудоустроены именно по тому направлению, которое вы хотели. Конечно, возможно, есть ожидания по доходу, по заработной плате и так далее, но это уже карьерная составляющая, но то, что очень многие работают по направлению и там, где они уже реализуют свой карьерный трек, это однозначно. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Так, и Виктория еще тоже, да. По поводу работы в группах. Да, работа в группах тоже идет на английском, но, конечно, между собой вы там обсуждаете на русском, возможно, на русском, потому что большинство студентов русскоязычные, вот, то есть, конечно, зависит от группы. То есть иногда есть группы, где присутствуют, например, с Китая или с Кореи, ну, это англоязычные, а есть тоже с Китая, но и русскоязычные вполне. Так что зависит от того, как бы вы же будете знакомиться друг с другом, представляться и в какую группу включитесь. То есть тут обсуждение между студентами, возможно, конечно, на русском языке. Виктория Анатольевна, да, но у нас обсуждение, у нас же кейсовая работа проводится, собственно говоря, как вариант домашней работы, да, то есть она проводится именно на занятиях. Понятно, что если у вас группа русскоязычная, вы можете обсуждать это в любом формате, да, хотите на русском. Многие обсуждают специально на английском для того, чтобы потом подготовиться для выступления на семинарах, да, то есть можно делать такую вот репетицию, да. Кто-то говорит, я не хочу онлайне там с коллегами в группе обсуждать, давайте там встречаться где-нибудь, это тоже дело делать оффлайн. Это как бы тоже возможно, особенно если студенты, опять же, из Москвы все в вашей группе, да. Кто-то делает в микс варианте, да, у вас студенты собираются вместе, там третьего подключают там по, условно говоря, по зуму, и вот идет обсуждение. На самом деле тут варианты могут быть какие-то угодно, да. Вот, по поводу трудоустройства, у вас ребята устраиваются в разные компании. Вот сейчас как бы банки, единственное, что предлагают, может быть, не очень высокий уровень заработной платы, поэтому банки сейчас пока не в моде. А вот именно специальности, связанные на стыке как раз аналитики IT и финансов, вот они сейчас очень востребованы, и там достаточно хорошие зарплаты. И как ни странно, вот сейчас сохранились и лидершип-программы в крупных компаниях, которые раньше были иностранные, это Unilever, да, это вот и дистрибьюторы всяких сигарет, там, да, то есть вот туда тоже наших выпускников очень хорошо берут, опять же, да. То есть кто-то уже, на самом деле, поступает к нам, уже на этих лидершип-программах работает, да, то есть они как бы как раз думают, что вот защита магистратуры и как раз прохождение лидерской программы даст очень хорошую позицию в этих компаниях в будущем. И, как правило, так и бывает. Тут вариантов много, да. Вот Николай задает интересный вопрос. Можно ли уточнить, как будут проходить прием на разные мастерские? Зависит от рейтинга студента? Нет, на самом деле, как бы от рейтинга студентов не зависит, зависит от ваших желаний, да, то есть вам дается список мастерских, а ваша задача как бы выбрать эту мастерскую и на нее записаться, да, но, естественно, там есть как бы свои нюансы, что кто первый встал, условно говоря, от того этапки, да, потому что кто долго думает, потом на ту мастерскую, которую хочет, он не попадает, потому что преподаватели, понятно, что не резиновые, они ограничивают количество приемов, да, и второе, что нужно сделать, это определиться, что вы хотите, да, потому что мастерские, на самом деле, они, видели, они разные, и у них сложность разная, да, вам надо определиться, что вам интересно, какую сложность вы хотите, сколько у вас времени для прохождения успешного мастерских, потому что некоторые задания там достаточно сложные, а некоторые попроще, да, мы как раз специально сделали такой микс разных мастерских по сложностям. Вот Маш спрашивает, а сколько большие группы обсуждения кейсов? Мы сняли кейсы групповые, есть самостоятельные домашние задания? Самостоятельные есть, но их минимальное количество, большая часть все-таки кейсовых заданий, почему, потому что мы все-таки хотим, чтобы вы учились коммуницировать и работали в команде как раз особенно с точки зрения принятия решений, там, да, с помощью, с точки зрения анализа каких-то компаний, анализа бизнес-ситуаций, бизнес-кейсов, и здесь, мне кажется, что как раз кейсы очень важны, потому что они дают вот такой как бы 360 градусов обзор, и у вас же всех разный бэкграунд, и каждый из вас носит определенный как бы новый-новый анализ кейсов. Получается, на самом деле, очень здорово, да, насколько большие группы, но мы считаем, что, наверное, 3-4 человека, да, или, ну, оптимальный. Да, 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 да. От двух до четырех мы как бы считаем это окей, некоторые делают больше, но больше мы не рекомендуем, потому что это уже все равно в этих, когда группа там 5-6 человек, все равно возникает так, что там есть зайцы, да, эти зайцы там, я играю, жалуюсь, что у нас много работы, мы работаем в ВТБ, там, да, где угодно, да, там, мы с утра до ночи заняты, давайте вот мы за нас что-то сделаем, да. Вот это вот нам очень не нравится, да, мы хотим, чтобы все студенты вносили в равный вклад, да, естественно, мы там просим, чтобы в конце все написали, кто какой вклад внес, ну, как правило, мы в России живем, да, у нас студенты, человек находчивый, он как бы пишет, что все внесли разную линию, да, потом мы слышим, что там есть девочка-отличница, которая все сделала, а два молодых человека там, как говоря, работали, да, вот. Мы очень хотим, чтобы все-таки такого не было, чтобы девочка-отличница и мужественные мальчишки тоже оптимально вносили вклад в решение, как бы, тех иных кейсов. Мы, наоборот, как бы считаем, что индивидуальные задания мы не очень одобряем, потому что, ну, все-таки, опять же, интересно, когда все-таки работаете в группах, да, хотя такой выбор мы вам все равно оставляем, у нас вот в этом году были успешные защиты и соло, можно сказать, выпускные пробои. Просто, конечно, может быть, ребятам было тяжелее, сам защищался, потому что, ну, как бы, кивать не надо, да, ты все делаешь сам. Ну, у каждого, как бы, свой психотип, да, кому-то удобно работать самому, да, там, кто-то интроверт, кто-то экстраверт, понятно, кто-то, как бы, решайте вы, но вот мы считаем, что лучше работать в группе, да, потому что даже в группе интроверт может найти отличнейшее применение, да, интроверту можно дальше посчитать, там, да, выделить какой-то кусок, он его отлично сделает. Берите интроверта, интроверта вам всегда нужен. Да, так что, ну, как бы, мы очень гибкие, очень гибкие с точки зрения того, что откликаемся на ваши просьбы, потому что кому-то комфортно одному. Пожалуйста, то есть такое тоже возможно. Ну, и важная наша фишка тоже, да, вот мы как бы про нее сказали, но я просто скажу, да, еще раз, что у нас преподаватели все-таки очень такие коммуникативные, да, то есть мы все время находимся на связи со студентами, ну, в разумном, естественно, пределах, да, вот, и стараемся, чтобы вы были успешные, да, то есть есть какие-то вопросы, да, то есть мы готовы отвечать на вопросы в Телеграме, да, готовы консультировать по своим предметам, как делать правильный проект, ну, не подсказывать, а именно консультировать. Как выбрать правильную тему для выпускной работы, да, у нас руководитель выпускной работы, это не формальная должность, он действительно работает со студентами, постоянно находится с ними на связи, да, по сути является таким играющим тренером, если можно так выразиться. Потому что если вы даже посмотрите, просто наберете ВКР, они в открытом доступе есть, просто посмотрите, какого уровня проекты у нас защищаются. Вы поймете, что действительно они имеют и практическую, и академическую значимость. И потом многие студенты говорили, что они, защитившие ВКР, использовали эти результаты и на своем месте работы или каких-то собственных проектов. Мы всегда поддерживаем, когда к нам приходят студенты и говорят, я хочу в жизни заниматься вот этим, можно ли подобрать в нашей группе такую тему ВКР, чтобы она под это подходила, под наши карьерные перспективы или под наши цели. И мы всегда тоже стараемся подобрать такую тему, которая им подходит. Естественно, эта тема должна в области финансов и бизнес-аналитики, вот это единственное у нас ограничение. А в остальном, как бы, вот здесь лицхозяин варит. Мы это делаем, потому что все-таки магистратура, это уже такой уровень образования, когда вы уже приходите не только для функциональными знаниями, как, например, в бакалавриате, а вы уже приходите для нетворкинга, да, потому что вот ваши классмейтсы – это ваш нетворк, да, будущее. Скорее всего, многие из вас станут очень успешными, да, и вы потом будете с удовольствием вспоминать, с кем, какими великими людьми вы учились, да. Вот. Во-вторых, как бы, они приходят за социальным общением, опять же, да, который из нетворкинга, говорит, проистекает. Ну, и, конечно же, за эмоциями, ну, а эмоции мы тут всегда дарим, да, с эмоциями у нас все хорошо, и, опять же, даже на онлайн-программе ребята и встречаются и оффлайн, и, в общем-то, и свадьбы вместе там справляют, и дни рождения, то есть, на самом деле, формируется такая очень интересная спайка, очень интересные команды, вот. И потом вот это братство студенческое, мы считаем, что даже в онлайне она остается навсегда. Здесь правда, да. Да, так что ждем вас, да, и кто еще не подал документы, пожалуйста, еще, то есть, да, закончился пока еще июль, и весь август мы принимаем, ну, хотя бы зарегистрируйтесь, чтобы вы видели, что вы действительно с нами, а для того, чтобы вы смогли полноценно прослушать и пройти эту летнюю школу, вот. Вот, и если будут вопросы, пожалуйста, пишите в телеграм-канал, все быстро, оперативно ответьте, можете на почту, как угодно, как вам не нравится. И ждем вас уже в числе наших студентов. Так, вопросов вроде бы нет. Тогда спасибо всем. Ребята, большое спасибо, записи вам будут отправлены, вот, можете еще раз его посмотреть, если будут какие-то вопросы, записывайтесь на консультации к нам, да, такая опция у нас есть, на консультации по портфолио, да, и, может быть, какие-то вопросы вы не захотели по каким-то причинам сегодня задать, или, может быть, вспомнили про них после дня открытых дверей, вот, как раз консультация, это очень хорошая история, как раз для таких вещей. Да, все, спасибо всем большое. До новых встреч. До свидания.